Здравствуйте! Если вам грустно и вы чувствуете себя одинокими, посетите стилиста. Я, Светлана, со своим проектом продолжаю свою жизнь. Я приглашаю к нашему разговору тех, кто потерял любимого человека, и наших друзей, кто хочет нам помочь. Часто после потери любимого человека мы чувствуем одиночество, мы грустим. Я хочу поделиться с вами одним советом, своим опытом, как можно помочь себе. Этот способ очень простой. Вчера я посетила своего стилиста. У него настоящее греческое имя Янис. Он родился и вырос в Греции. И он до сих пор своим обликом напоминает одного из греческих богов, сошедших с амфического педестала. Как я с ним познакомилась? Совершенно случайно. Я переехала в новый район, и мне нужен был парикмахер. Я пошла в близлежащий салон. Был выходной день. Все салоны были закрыты. Но я смогла просмотреть на их рабочие столы через закрытые стеклянные двери. И возле одной двери я остановилась. И мне так захотелось посидеть вон в том кресле, побыть окружённой этими зеркалами с горящими свечами. И ещё мне очень хотелось подробнее рассмотреть картину, которая висела на стене с каким-то мифическим сюжетом. Так вот я и встретила Яниса. Я ему позвонила, и мы назначили визит. Это случилось восемь лет назад. С тех пор мне никогда не хотелось сменить Яниса на другого мастера. За эти восемь лет мы прошли через разные этапы в нашей жизни. Был период, когда я приходила на стрижку, просто садилась в кресло, была молчалива и плакала после потери мужа. И Янис своим мягким, успокаивающим голосом, рассказывая мне о своих событиях, о том, что творится вокруг него, успокаивал меня. Это было своего рода терапевтическим действием на мою печаль. В последние годы наше общение изменилось значительно. Я нашла в нём хорошего друга. Друга, который всегда готов мне помочь, когда мне срочно нужно изменить свой облик, когда мне срочно нужно хорошо выглядеть. Он очень отзывчивый, и это привлекает меня в нём. Наши стилисты могут быть хорошими советчиками в сложных ситуациях. У них такая работа. Они разговаривают с людьми, они слушают. А Янис дал мне очень хорошие советы, когда я собиралась поехать в Грецию. Я узнала, куда можно сходить, где можно покушать и какие греческие блюда попробовать. Как общаться с греками, с греческими мужчинами. Его советы были незаменимы. И вчера, вернувшись домой, я посмотрела на себя в зеркало. Мне очень понравилось, как я выгляжу. Свежая стрижка облегчала движение моей головы, уход. Я почувствовала себя молодой и красивой. И в результате этого визита я получила не только освежающую стрижку, но я ещё получила массаж шеи, головы. Я узнала новости в нашем окружении. Я поделилась своими событиями. И я услышала главные новости из жизни Яниса. Он, оказывается, женился на прошлой неделе. И я просто восхитилась свадебными фотографиями. Я узнала новое о нём. Замечательный человек. И самое главное, я встретилась со старым другом. А как часто вы ходите к своему парикмахеру, когда последний раз вы обновляли свою стрижку? А не время ли назначить новый визит и отдохнуть? И получить удовольствие от встречи со старым другом? Либо встретить нового? Такой простой эпизод. Визит к парикмахеру. А сколько положительных эмоций? Что вы думаете? Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Ставьте ваши лайки. Ваше внимание, ваше мнение о моих видео мне очень важны. Я с удовольствием прочитаю ваши отклики. И если есть у вас вопросы, пожалуйста, напишите. Я отвечу. И до следующей встречи. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok